друзья всем привет сегодня по вашим просьбам приготовим торт три шоколада это очень вкусный торт красивый эффектный а потому и популярный есть разные варианты его приготовления и в этом видео я буду готовить по наиболее классическому рецепту на креме англес текстура здесь получается просто волшебный нежнейший тающий во рту торт я бы назвала изысканным давайте начнем готовить приготовление начнем с основы для торта шоколадного бисквита и в самом начале нам нужно соединить сухие ингредиенты это мука какао разрыхлитель просеять их через сито и с помощью венчика хорошо перемешать чтобы они объединились далее к молоку комнатной температуры нам нужно добавить шоколад и сливочное масло комнатной температуры и любым удобным для вас способом нагреть все вместе чтобы все ингредиенты объединились шоколад и масло разошлись я нагреваю в микроволновке короткими импульсами яйца комнатной температуры нам необходимо начать взбивать на невысокой скорости миксера до состояния пышной пены и затем не прекращая взбивание нужно начать постепенно подсыпать сахар когда весь сахар будет добавлен продолжаем очень хорошо и тщательно взбивать массу она должна значительно увеличится в объеме посветлеть и стать пышной когда масса очень хорошо взбилась добавляем к ней разом все сухие ингредиенты и осторожно при помощи лопатки вмешиваем их когда ингредиенты объединились добавляем к ним молоко с растопленным шоколадом и сливочным маслом и также при помощи лопатки объединяем их должно получиться гладкое однородное тесто тесто сразу же выпекаем я использовала форму диаметром 20 сантиметров духовка обязательно должна быть заранее разогрета до 180 градусов и такой объем теста в моей духовке выпекался около 15 минут готовому бисквиту даем немного остыть на решетке и затем достаем его из формы оборачиваем его в пищевую пленку и отправляем отлежаться в холодильник на несколько часов когда бисквит отлежался подготавливаем его для сборки торта срезаем верхний слой и ровняем бисквит чтобы он получился максимально ровным текстура у него получается очень классной и перед приготовлением муссов сразу же подготавливаем все для сборки торта на подложку укладываем бисквит оборачиваем вокруг него ацетатную ленту и плотно зажимаем разъемным кольцом чтобы не оставалось никаких промежутков начинаем готовить муссы и первым будет слой с темным шоколадом самом начале нам нужно желатин замочить в очень холодной воде тщательно перемешать и отставить его для набухания теперь подготовим сливки сливки должны быть жирностью 33 35 процентов и перед взбиванием они должны быть очень хорошо охлажденными также я всегда дополнительно охлаждаю чашу и венчики от миксера сливки взбиваем до полу взбитого состояния то есть они увеличатся в объеме но не будут жидкими и при этом останутся мягкими взбивать до устойчивости их не нужно когда сливки взбиты сразу убираем их в холодильник до момента использования вот такими получились сливки они значительно увеличились в объеме но при этом сохраняют свою мягкость теперь приготовим крем-англез который придаст муссу шелковистую кремовую текстуру к молоку нужно добавить половину сахара и отправить молоко нагреваться на плите до кипения но не кипятить его и пока молоко нагревается желтки нужно отправить в сотейник добавить к ним вторую половину сахара и сразу же очень хорошо растереть их вместе как только молоко дошло до кипения сразу же снимаем его с плиты и начинаем осторожно заваривать желтки горячее молоко в желтки вливаем тоненькой непрерывной струйкой при этом постоянно активно перемешиваем желтки венчиком когда все молоко добавлено сотейник перемещаем на плиту венчик меняем на лопатку и теперь внимательно и осторожно при постоянном перемешивании лопаткой будем заваривать крем крем варится постепенно на невысоком нагреве лопаткой нужно постоянно проходиться по дну и по стенкам сотейника крем варим до температуры 82 градуса температура может отличаться плюс-минус несколько градусов но не выше 85 градусов иначе крем переварится и желтки начнут сворачиваться ориентируемся не только на градусы но и на густоту крема крем варим до загустения но он не загустеет так как заварной крем потому что это другой крем и у него консистенция скорее похожа на сгущенное молоко температура крема у меня дошла до 81 градуса и заметно что крем начал густеть я сразу же убираю его с плиты потому что сотейник продолжает нагреваться еще перемешиваю некоторое время в сотейнике но совершенно недолго и далее крем сразу же нужно вылить на шоколад через сито и обратите внимание на текстуру крема а благодаря ситу мы избавимся от возможных свернувшихся элементов белка которые попали вместе с желтком и так нам нужно очень хорошо перемешать крем вместе с шоколадом чтобы шоколад полностью разошелся и крем получился однородным желатин к этому времени набух и теперь его нужно распустить и в жидком виде добавить к крему я желатин распускаю в микроволновке одним импульсом за 10 секунд он полностью расходится очень хорошо перемешиваем массы чтобы они объединились и теперь для мусса нам осталось крему добавить взбитые сливки но масса не должна быть горячей иначе при добавлении сливки могут начать таять и потеряют свой объем и мусс уже не будет таким воздушным когда масса остыла ее температура не должна превышать примерно 35 градусов соединяем ее со взбитыми сливками лучше сделать наоборот не шоколадную массу добавить к сливкам а сливки к шоколадной массе и осторожно при помощи лопатки вымешиваем мусс до гладкого однородного состояния вот таким в результате получается мусс и нам его нужно вылить на бисквит в заранее подготовленную форму и убрать его в холодильник примерно на час чтобы он схватился перед тем как мы будем сверху выливать следующий слой если вы хотите процесс ускорить то убирайте мусс в морозилку остальные два муссовых слоя на молочном шоколаде и на белом готовятся абсолютно по такому же принципу поэтому подробно я показывать не буду разница лишь одна от слоя к слою будет увеличиваться количество желатина на 1 грамм количество всех ингредиентов будут указаны в описании под этим видео собранному торту на стабилизацию понадобится около 8 часов но я такой торт всегда оставляю в холодильнике на ночь после стабилизации торт по желанию можно украсить вверх можно присыпать какао можно сделать шоколадные потеки можно сверху покрыть слоем ганаша на любом шоколаде я этот торт считаю самодостаточным и мне хотелось чтобы кусок торта в разрезе был чистым чтобы на нем не было следов какао либо шоколадного ганаша или какого-то другого декора по этой причине я тоже торт не украшала посмотрите каким красивым получается торт с ровными аккуратными слоями и сейчас следите за ножом вы увидите каким нежнейшим получается торт как я уже говорила в начале торт получается очень вкусным с нежнейшей потрясающей текстурой и хотя на первый взгляд может показаться что он готовится сложно что много движений но на самом деле попробуйте приготовить один раз и вы поймете что не так все сложно как может показаться а у меня на этом все благодарю вас всех за внимание и до новых встреч